Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долс. Сегодня у нас снова кукольное чаепитие, поэтому хватаем чашечку чего-нибудь вкусного и начнем. Сегодня я расскажу вам еще про трех кукол фэшн ройалти предыдущих годов. И начну я с куклы фэшн ройалти Black Tea Bell Vanessa Perrine. 2015 года. Это первая кукла Integrity Toys, которая появилась в моей коллекции. Она была очень желанной, я хотела эту куклу около 10 лет. Впервые я увидела кукол Ванесс где-то в году в 2007, и насколько я сейчас понимаю, это была Ванесса Майами. И она тоже блондинка с прямыми волосами, со светлыми глазами, но у нее чуть более смуглый скинтон. Ванесса Перинь Black Tea Bell появилась у меня в июле 2017 года, чему я была безумно рада, и до сих пор эта кукла остается моей самой любимой во всей коллекции. Это блондинка с очень светлыми волосами. И если смотреть на эти волосы при дневном освещении, то иногда можно даже увидеть некоторые прядки такого голубоватого оттенка. То есть настолько эти волосы светлые. Они абсолютно прямые, и спереди челочка зачесана назад, то есть такой ободок из волос. Она в черном вечернем платье с очень богатыми украшениями и черными кожаными туфельками на серебряной подошве. Так как какое-то время эта кукла была моей единственной куклой Integrity Toys, то ей досталось очень много внимания, потому что она пережила кучу переодеваний, кучу фотографий, и даже 12-часовой перелет на Кубу совместно с фотографиями на пляже, в песке, в море. В общем, все, что можно было сделать с этой куклой, я сделала. И сегодня я расскажу, что происходит с куклами Integrity Toys, если вы ими активно пользуетесь в течение нескольких лет. И эту куклу все еще можно найти на вторичном рынке, как на eBay, так иногда она всплывает в Россию, уже все реже, но все-таки найти ее можно. И начну я с волос. Что же происходит с волосами кукл Integrity Toys с годами? У этой куклы волосы прямые, и они уже не раз мылись, причесывались, то есть я собирала эти волосы, заплетала в разные косы. Так вот, с этими волосами с годами не происходит вообще ничего. Они выглядят абсолютно так же, как были, когда я ее доставала из коробки. Также абсолютно ничего не произошло с лицом, с ресницами, с макияжем. Не появилось никаких ни царапин, краска нигде не облупилась. Все на месте, все так, как было, когда я ее доставала. Пройдусь немножко по украшениям. У нее серебряные серьги с синими камнями, такое же серебряное ожерелье и браслет. Так вот, за все это время ни один камешек у меня не выпал. Все на месте, все крепления, ничего не сломалось. При том, что я довольно часто переодеваю эти украшения. Что изменилось? Чуть-чуть поблек вот этот серебристый цвет самого металла. Он стал чуть темнее. Скорее всего, украшения просто со временем окислились, и оттенок стал чуть темнее. Абсолютно ничего не произошло с платьем, хотя я его и не так часто одеваю на кукол. Все на месте, ничего не сломалось, ничего не порвалось. Все так, как было изначально. Посмотрим на туфли. Туфли тоже выглядят очень хорошо для своего возраста, и для количества переодеваний. Ничего не отклеилось, никакие пряжки не выпали, и серебристая краска с каблуков тоже не сошла. Немножко размахрилась верхняя часть, через которую вы надеваете туфли, потому что кожа на подкладе, таком проклеенном, и вот этот вот проклеенный подклад, он немножко начинает полизать ниточками, но это тоже можно откорректировать. Чуть-чуть подстригли эти ниточки, и все в порядке. Я думала, что отклеятся перемычки кожаные, и придется все это подклеивать, но нет, ничего абсолютно с ними не произошло. Но, конечно, все-таки какие-то изменения у этой куклы произошли. Для того, чтобы это показать, мне нужно ее сначала раздеть. Эта кукла выходила на типе тела FR-квадрат. Отличается она от сегодняшнего типа тела тем, что в нем есть шарнир талии. Вот такой вот шарнир. И сначала меня удивило, зачем нужно было убирать шарнир, ведь так вы уменьшаете гибкость куклы. Но со временем я поняла, что и хорошо, что его нет. Потому что чем больше шарниров, тем больше рисков, что что-то где-то разболтается, что и происходит с этими куклами, если вы их активно используете и меняете им позы. Начну с верхнего шарнира в шее. Я раньше любила этой кукле присобрать наверх вот так вот волосы как-нибудь, да там в пучок или еще что-то, конский хвост. В итоге сейчас я этого не делаю, потому что если собрать ей волосы, то голова начинает отклоняться наверх, потому что шейный шарнир в самой голове, резина, видимо, уже стала не такая плотная, не так плотно прилегает, и поэтому этот шарнир немножко отклоняется назад, и она все время с такой задрянной головой тогда будет. Следующий шарнир в груди, и вообще он у кукол интегрити, то есть не то чтобы очень плотный, но со временем он становится еще менее плотным, но в грунтном шарнире это не так заметно, как, впрочем, и в шарнире в талии. В принципе, уже все это ходит очень мягко и плавно, и очень легко, не как это происходит в начале, но позы она все же еще держит в этих шарнирах. То же самое с плечевым шарниром, он идет очень легко, но позы держит. Чего нельзя сказать о локтевых шарнирах, локтевой шарнир уже не может держать свою форму, то есть если вот эта рука, на которой ничего нет, еще держится, то вот эта рука с браслетом, она уже, видите, пытается упасть обратно. То есть повесить на руку какие-то сумочки или еще что-то уже нельзя, потому что этот шарнир уже не держит. В кистях ничего практически не меняется, так как здесь немножко другой принцип, вы просто вытаскиваете эти кисти, поэтому ничего особо-то не заметно. Самые большие изменения происходят в ногах, потому что, во-первых, расходится шарнир в бедре, и ему сложновато уже держать свои позы, и в коленях, то есть колени уже не могут иногда держать позу, иногда поставить ее прямо становится сложностью. Вообще, как понять, что шарниры в вашей кукле разболтались? Нужно взять ее за носочки и опустить. И вот она должна, по идее, стоять ровно-ровно. Если она запрокидывается у вас назад, значит, с шарнирами пора что-то делать. Есть очень простой способ укрепить эти шарниры, и в следующий раз, когда я буду укреплять Ванессу, я обязательно засниму этот процесс, но его хватает ненадолго, и не во всех шарнирах это возможно сделать. Поэтому наша Ванесса уже на пенсии, я стараюсь ее уже лишний раз не трогать, чтобы она просто стояла у меня на полке, не нагружать ее шарниры, уже просто ее никак особо не шевелить, чтобы она осталась красоткой. Эта кукла для меня самая-самая красивая, конечно, я немножко с предубеждениями смотрю на нее, но в любом случае, молд Ванессы остается и на сегодняшний день моим любимым молдом. Я всегда с нетерпением жду, когда же выйдет новая Ванесса, поэтому клубный год 2020 года дается мне с большим нетерпением, потому что Ванессы нет до сих пор ни одной, я все жду, когда же, когда же они ее представят. При этом Ванесса – это один из популярнейших молдов, на нем вышло огромное количество очень красивых кукол, и практически все они мне нравятся. Тираж этой Ванессы для 2017 года уже довольно большой, он был 950 штук на мир, найти ее не так сложно. Вторая кукла, которая появилась в моей коллекции – это Адель Македа из Бадуарной коллекции. И эта кукла вышла в 2018 году тиражом 615 штук на мир. То есть здесь тираж уже довольно маленький, найти эту куклу уже сложнее. Эта кукла мне тоже очень нравится на лицо. Что здесь хорошего, что здесь не очень хорошего. Здесь очень красивый макияж с такими розовыми тенями и нюдовыми губами с блеском. И на ее пухленьких, чуть открытых губках это выглядит очень красиво. У нее очень красивые украшения с розовыми камнями и с такими, не то чтобы белыми, а переливающимися. Это сережки, браслет и кольцо. У этой куклы невероятно красивое белье. Оно очень качественно и круто сделано. Здесь миллион просто мельчайших деталей, каждые ленточки. То есть это очень похоже на настоящее белье. И здесь лифт, трусики, пояс для чулок и сами чулки. И розовые кожаные матовые туфельки, лодочки с матовым розовым каблучком и внизу бежевая подошва. Эта кукла тоже прекрасна и чудесна, но есть проблема, как у любых кудрявых кукол Integrity Toys. То есть если вы решаете что-то переодевать, фотографировать, куда-то возить эту куклу, то можете попрощаться с ее укладкой, потому что ее кудри распадутся очень быстро и свою я уже перезавивала. То есть вот это уже не ее родная укладка, это уже перезавитые волосы. Со временем они просто распрямляются и становятся просто прямыми. То есть той плотной укладки тех плотных кудрей у меня не стало довольно быстро, но опять же я своих кукол переодеваю, я их фотографирую, я их трогаю, они не просто так у меня стоят на полке. Кукла тоже очень красивая, очень удачная, и вот она уже на новом типе тела FR6.0, и у нее как раз таки нет вот этого шарнира в талии. И в принципе не знаю почему, возможно потому что эту куклу я трогала все-таки меньше чем Ванессу, которой досталось вообще все. Вот у нее шарниры очень крепкие, возможно потому что это новый тип тела, возможно они что-то изменили, и шарниры стали крепче, но скорее всего просто потому что я не мучила ее так много как Ванессу. Больше каких-то различий в этих телах лично я не нашла, если вы знаете, что есть еще какие-то различия, то расскажите мне тоже, мне очень любопытно, но по мне так они абсолютно одинаковые и отличаются только этим шарниром. То есть здесь с шарнирами все в порядке, я могу спокойно ее держать, потрясти, все в порядке, ничего нигде не сгибается и не падает. Самая геморройная вещь это вот это кольцо, потому что оно чуть больше, чем пальчик. То есть обычно кольца на Integrity Toys вы прям с мылом натягиваете, а вот здесь оно чуть свободное. Потерять его очень просто, а искать потом это целое приключение. Пару раз я это уже делала, и что-то больше не хочу. И третья кукла Fashion Royalty в моей коллекции это Vanessa Perrin Serenity из индийской коллекции Lotus. И это самая богатая кукла в моей коллекции, потому что у нее огромное количество аксессуаров. Она продается гифт-сетом со вторым набором одежды. И второй набор одежды состоит из вот таких грючек серых, золотой кофточки и второй пары обуви черных с синим металлизированным носиком. Кроме этого набора у нее еще золотое платье, золотые туфельки, черная сумочка, очень она мне нравится, она на таком кольце, и огромное количество украшений. У нее сережки, двойное колье на цепочке с двумя медальонами, восемь браслетов, двух типов, четыре просто гладких и четыре с камушками. И два кольца. Одно с камушком, второе гладкое. Эта кукла очень красивая, я обожаю темный скинтон у кукол. У этой куклы красивый цвет волос, он неоднородный. Здесь есть черные волосинки и коричнево, такие красные. Все это переливается, выглядит очень красиво. Волосы гладкие, прямые, они легко расчесываются, легко умоются, и поэтому можно не бояться за ее укладку, она, в принципе, всегда в первозданном виде. У нее интересный макияж глаз, золотой, розовый и очень темные коричневые губы. У темного скинтона есть свои особенности. Мало того, что его сложно сфотографировать, чтобы это не выглядело просто темным пятном на фотографии, для того, чтобы можно было разглядеть и лицо, и макияж, но еще на нем очень хорошо остаются царапины. То есть у моей куклы это произошло в районе колен. Из-за самого коленного шарнира, если я отведу колено, то вот здесь, та часть, которая прячется, на ней появляются такие, знаете, не то чтобы царапины, затирки как будто бы. То есть они более светлые, и это видно. Я очень люблю кукол с темным скинтоном, не готова от них отказываться, я всегда на них в первую очередь обращаю внимание. Конечно, можно периодически менять ее тело, но менять тело у куклы каждый год, наверное, не самое разумное решение, потому что само тело стоит около 4-5 тысяч рублей. И представьте, что вы добавляете каждый год эту сумму к своей кукле, она становится постепенно золотой. Для меня в этом нет ничего особо критичного. Иногда помогает просто протирание влажной салфеткой, какие-то вот эти царапинки, они постепенно уходят. То же самое происходит иногда с лицом, появляются какие-то непонятные блики в разных местах, но опять же вы протерли все влажной салфеткой, и все ушло. И вот этому молду Ванесса очень идет темный скинтон. Сейчас я покажу вам рядышком темную и светлую. То есть, в принципе, вы понимаете, что это одно лицо, что это один молд, но выглядят они абсолютно по-разному. На всех трех кукол однозначно стоит обратить внимание. Если вы раздумывали, стоит их покупать, то да, конечно же, стоит. Просто знайте о каких-то особенностях, которые вас ждут с этими куклами. Не стоит из-за этого расстраиваться, не становятся от этого менее красивыми. И спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, и до скорых встреч!